Я давно наблюдаю за деятельностью Парламентской Ассамблеи Совета Европы, аббревиатуры ПАСЕ. Я глубоко убежден о том, что эта организация абсолютно ненужная для нас. И когда Россия собиралась только вступать в эту организацию, в Парламентскую Ассамблею, я был против этого. И бойный опыт наблюдения за деятельностью этой организации показывает, что она абсолютно настроена антироссийски. То есть основная часть решений, основная часть дебатов, которая происходит в ПАСЕ, она имеет очень узкую, но жесткую антироссийскую направленность. И тем не менее, российские парламентские вожди из года в год добросовестно ездили туда. Правда, место очень приятное для проведения заседаний в ПАСЕ. Это Страсбург, на границе между Францией и Германией. То есть место замечательное, там можно приятно провести время. Но с точки зрения политической, конечно, это было абсолютно бессмысленное и даже вредное занятие для России, поскольку наше участие там стимулировало антироссийские настроения. Но самое удивительное, поразительное и неприятное заключалось в том, что вот эту откровенно антироссийскую организацию мы еще и финансировали. Причем вкладывали туда огромные деньги. 40 миллионов евро. Я извиняюсь, это почти 2,5 миллиарда рублей ежегодно. Это колоссальные деньги. Зачем? За что? В 2014 году нас оттуда вообще выкинули. То есть, ну не выкинули, а аккуратно сказали, что вы, ребята, уже неполноценные участники этой организации, поскольку вы себя как бы неправильно повели по Украине. То есть нам обрезали часть полномочий. После этого российская делегация громко заявила свое ФЭ. И тем не менее мы продолжали 2014, 2015, 2016 год и половину 2017 года платить вот эти колоссальные суммы денег. У нас что, лишние деньги есть в стране? У нас куда ни ткни, так сказать, везде колоссальная проблема. Везде ссылается на то, что денег нет. Знаменитая фраза премьер-министров. Денег нет, но выдержите. Вот они, 2,5 миллиарда рублей ежегодно. За последние годы это сотни миллиардов рублей. И тем не менее, так сказать, с упорством достойно лучшего предложения продолжали оставаться в этой организации. Надо не только прекратить платить этой организации, надо немедленно из нее выходить. Потому что это откровенная антироссийская организация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА